Доброе утро. Да. Воистину. Доброе утро. Доброе утро. Вообще, довольно жутковато смотрится. Звонит, и их осталось трое. Девять не грецят. Все же лучше, чем вдвоем. Я говорю, у меня певенщиков другую песню поет с утра. Главное, чтобы не накаркал. Надеемся. Борис и прав, да. Сейчас, я надеюсь, Николай, он возьмет трубку, а то будет как прям... Под выпуск? Да. Куда-то он отошел. У вас же не было никакого домашнего задания? Я с надеждой голосую. Если вы Макшу выучили... Ну, хотя бы. А вот у меня, кстати... Это же она выросла на... Николай, доброе утро. Доброе утро. Марин, пожалуйста. Николай ворвался. Вот, вот. Так, еще раз, третий. На стене ВКонтакте она висит, да? Да. Просто девушка там как-то странно читает. Там последнее слово, ну... Да, там как в Кочергине. Там как в Кочергине. Понятно. То есть... Она... Я ей говорю, ты... Почему... Она сама выбрала... Скажем так, вот... У этой шлоки есть несколько редакций. Она говорит, мне... Я это читать не... Она сама выбрала же эту, якобы, которую я вот привел как текст. Она говорит, я эту читать не могу. Мне больше нравится та, которая... В общем, Кочергина выбрала тот вариант, который самим индусам нравится больше. Поэтому, в общем, все нормально. Не переживайте, там, читать как раз Кочергинский текст. А, понятно. Что? Ну что ж, тогда я... Значит, начнем с алфавита, и я готов выслушать вашу Макшику. Тогда. Да? Угу. Хорошо. А, Николай, почему я вас не вижу? Вы меня не видите? Нет. Никак нет. Алфавит открыть. Боже мой. Сейчас я посмотрю... А, вот, наверное, почему. Муж и Селий, правда. А ты скорее. Ну, так другое дело. А... Алексея мы и так никогда не видели. Теперь? Он пользуется... Что ж я теперь... Недоработанная система Linux. Да, очень удобно. Что ж я теперь? Не лжи Леонид, да? Да, я тоже об этом подумала. Теперь оболочка отпала. Но все равно, среди своих я лжи Леонид. Ну что ж, тогда алфавит начинаем с него. Так. Ну, в общем, скорость я задаю тогда. А... И... Ну, а вы сразу попытайтесь повторять. Желательно одновременно, смотря на разное прохождение звука в скайпе. То есть не обращайте внимания на остальных. Вам должно быть все равно. Как-то они. Я начинаю. А... А... И... И... У... У... И... Ри... Я всех слышу или мне кажется, что я слышу не всех? Ну, я... Я говорю. Хорошо. Хорошо. Говорю. Хотелось бы четче, громче. А... А... И... И... У... Р... 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 Э... А... А... О... А... 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 Ха... Га... 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 А-ма-я-ла-ва-ща-ша-са-ма-а. Грунче надо вырвать, так что когда у меня нет, как будто бы у меня и не должно было быть. А, это была проверка. После такого перерыва. Ну что ж, тогда дадим, значит, Макшика. У нас Макшика принято только у одного человека. А-а-а, меня помню. Алексей сбежал без принятой Макшики, о чем я Наталье Павловне доложу. Макшика-то у него не сдана, поэтому он думал, что он сбежал от мафии. Ну что ж, Марина, послушаем вашу Макшику. То есть вы должны ее воспроизвести на Иисус, то есть не подсматривая в текст. Желательно стараясь воспроизвести манеру чтения согласно той, которая принята на юге Индии. А точнее именно это на севере, но в произношении южанина. Тогда уж так. Макшика-а, врана-ми-чэнти, дхана-ми-чэнти, партхиваха, нитчиха, калаха-ми-чэнти, шэнти-ми-чэнти, садхуха. Очень хорошо, только садхавах. Да, садхавах. Да, давайте еще раз тогда красиво. Не хватает расстановки вот именно этих акцентов вот вверх-вниз. Хорошо, но хочется ведь прям таки, чтобы вот, вот вы когда прочитали, чтобы на вас оглядывать прям таки. Понимаете? Никого, чтобы оглядывать. В России вполне будут оглядываться. Давайте еще раз. Садхавах. В метро войду. Макшика-а, врана-ми-чэнти, дхана-ми-чэнти, партхиваха, нитчиха, калаха-ми-чэнти, шэнти-ми-чэнти, садхуваха. Какой садхуваха? Садхавах. Еще раз. Там же чувствовать, вы же должны чувствовать уже, что когда лишний слог воплевает в этих самых тустейших, действительно количество слогов нарушено. Вы же должны сейчас уже чувствовать, когда оно нарушено. Давайте еще раз. Садхавах по-честному без вставных каких-то ух. Никакой садхаваха, не ху, ха, хи. Просто садхавах. А там да, а у меня стоит этот... Ну там при дыхании надо, там не надо прям слов хап. Прям не надо прям а-а-а, там, а, чуть-чуть, чуть-чуть. Будьте здоровы. Кратко. Уже хорошо, только вот насчет первого слова в этой строчке. Как вы его произносите? Какой, во второй? Да. Ниччава, ниччаха. Ну да, это ха, это а после висарги, буквально чуть-чуть. Это полслога. А вы повторяйте так, что у меня уже... Я уже начинаю побаиваться, то ли мы оба видим там, что там написано. Ну хорошо, нет, очень красиво. В следующий раз я все равно хочу услышать индийскую манеру. То есть сейчас хорошо, вы выучили. Но это еще не принято. Принято только у Алексея. Он прям как индийская девушка. Вот так. Спасибо. Спасибо, друзья. Хорошо. Вот, то есть уже мне нравится. Лихушина бы уже приняла. Но мы хотим пойти дальше. То есть мы жестче лихушины, да? В этом да. Потому что я, увы, в Москве не принято обращать внимание вообще на то, как читают. То есть читать, читать можно вообще погано, лишь бы ты понимал, что ты читаешь. А я хочу, чтобы вы красиво читали. Можете что-то недопонимать, но хотя бы что-то. Эффект. Эффект. Ну что, Николай, ваша очередь. Смотрим, дорогня. Макшика, пранамичанти, тханамичанти, пардхиваха, ничанха, клахамичанти, шантимичанти, садхаваха. Хорошо, давайте еще раз. Вы немножко растерялись во второй строчке. Давайте еще раз. Макшика, пранамичанти, тханамичанти, пардхиваха, ничанха, клахамичанти, шантимичанти, садхаваха. Хорошо, второй раз уже гораздо лучше. Но это пока еще не принято. Итак, когда вы слушаете аудиозапись, вы понимаете, что я от вас хочу? Чтобы голос делал вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз. Николай, пока у вас есть черновик. Даже на питерскую девушку пока не тянет. А надо, чтобы было музыкально. Пока нет музыки. Есть только заученные слова. Нет красоты пока еще. Продолжайте. Будем повторять, пока не получится. Энное количество времени. Сколько захотим. Ну хорошо. Как промежуточный вариант принято. Как вариант образца Алексея не принято. Вам до высоты Алексея пока еще надо дотянуться. Он сделал вот ровно так, как надо. Слушайте записи. Пока вы не поймете, на какой слог. Вы можете себе подписывать в книжке. Разложить по слогам. Можете записать в транслитерации. Пробуйте, ищите. Схема прочтения шлоки всегда одна и та же. Шлок. Великое множество. Всегда будете сталкиваться с шлоками. Если вы не будете их уметь красиво читать, то зачем учить санскрит? Некрасиво и до вас их читать. Ну хорошо. Прошу. Николая. Оперативно мне перевести слова из первого упражнения. Это которое у нас письмо Дева Нагая. Переведите. Можно даже без затяжных э, о, просто сразу. Время у нас немного. Понятно. Просто скажу сразу, что я, видимо, не готов к домашнему заданию. Поэтому... Вообще-вообще? Ну, какие-то отдельные слова я могу перевести, но это будет, наверное, будет все равно потеря времени. Хорошо. А как тогда, Николай, вы понимаете вообще эту шлоку? 2000-е во втором задании? Или не понимаете? А, вы про... А, вы про это? Так. Грубо... Николай? В предыдущем уроке я знал перевод этой шлоки. Сейчас я уже не помню. Ну как не помню? Подождите, у вас даже должен быть записан. Вы же не должны это помнить. У вас должно быть записано. Ну, хорошо, Марин, давайте тогда выручим Николая и возьмем первую задачу на себя. Итак, перевод перечисленных слов. Максика, Муха. Парксива. Ну, я не понимаю, что выбрать. Подземной или Владыка-царь какой? Ну, Владыка-царь, давайте. Врана, рана, соответственно, болячка какая-то. Дхана, богатство или дар или награда. Калаха, ссора или спор. Шанти, покой, мир. Ссора, нича, низкий или неполный, глубокий, дурной. Много так всего. Садху, святой, честный, мудрец. Иш, желать, стремиться. Так, глагольный корень с значением «желать». Хорошо. Хорошо. Алексей, из упражнения на повторение во втором, во второй части, во втором упражнении, нашли формы глаголов? А там надо было найти все слова с этим корнем. Да, все слова образованы от этого корня. Или только глаголы. Да, меня вот тоже смутило. Глаголы. Что написаны формы глаголов? Ну, то есть, это значит глаголы в других формах? Или все-таки... Глаголы образованные от этих корней. У нас не очень много их. Ну, там «гам», «джагам», не знаю, что-нибудь. Много, не много. Ну, то есть, вот, допустим, у корня «ху», то есть, вот, есть слово «абхава», но это же не глагол же. Ну, не глагол, хорошо, перечислить тогда же. И не глаголы тоже, просто имейте в виду, что «увач» есть «увач», например. Это меня тоже смутило. Я сначала слова стала просто однагоренными. Ну, хорошо. Давайте. Алексей, приведите ваш список к каждому столу. Да. «гам» — это «иди», «гад» — «идущий», это мне показалось, что тоже... А вы не должны объяснять его. Если мне покажется, что это не так, я скажу. А вы не должны комментировать. Уже выбрали, выбрали. А «гам» — «приходить». «Ас» — «быть», «осит» — «он» — «быть», «бхава» — «будь», «абхава» — «небытье». «Как делать», «куру» — «сделай», «крта» — «сделанный», «карман» — «дела», «работа», «долга», «карма». «Слышать», «учить» — «изучать», «будьте» — «слушание», «учение». «Вач» — «говорить», «вача» — «он» — «сказал», «вачана» — «речь». «Хорошо». «А Марина, значит, третье упражнение. «Вода» — «удака» — «дала». «Земля» — «махи», «путь» — «патха» и «гати», «быть» — «ас» и «бху», «сын» — «путр» и «суну», «дочь» — «путри» — «духитар». «Человек» — «джана», «джара» и «пу» — «пуруша». «А есть ли у Алексея что добавить?» «Есть в земле там ещё «махи», «бхуми» и «партхиви». «А, да, была такая». «И, по-моему, в «сыне» там был пропущен «сута», в общем, у меня «сута» и «путр». «Дочь» — «ты три» сказал или «два»? «Ду» — «два». «Там «духитар», «сута» и «путри». «Да, этот «сута» у меня выскочил. «Ну, вроде всё». «Хорошо. А, Николай, вы сможете «четвёртое» перевести?» «Ну, отдельные слова, наверное». «Хорошо. В праздничные дни не получается заниматься. Вроде задача была небольшая. «Нет, просто у меня не получилось на этих выходных. Я же поэтому писал, что я хотел перенести на выходное утро. В смысле, на буднее утро. Решил, раз уже народ нервничает, поэтому пускай будет воскресенье». «Задача небольшая. Ну, хорошо, давайте. «Ну, нет, я честно предупредил, что я хочу на буднее утро». «Нет, от того, что вы честно предупреждаете, что вы хотите на буднее утро, не очевидно, что вы не сделали перевод десяти слов в четвёртом упражнике. Скажу честно, для меня просто... Я понимаю, что вам неудобно в это время, и это вполне может быть. Для меня это не одно и то же. Прошу чётче оговаривать несделанные домашние задания. Для меня это сюрприз всё равно. Итак, переводим». «Ну, хорошо. «Брахмана» я не знаю. «Брахмана». Вот там таки написано «Брахмана». Прямо таки русским языком. Кириллицей «Брахмана». «Николай». «Хорошо. Первое слово — это, видимо, чисто логически — это Брахман. Я говорю, сначала...» «Молодец! Ты просто его не произнёс и назвал первое слово». «Николай, произнесите, пожалуйста, слово, как оно написано здесь». «Брахмана». «Угу. Вот так уже гораздо лучше, а не Брахман. А то это какая-то прям кирилизация уже. Ну, допустим, Брахман, дальше». «Ну, это, видимо, Брахман». «Кшатрия». «Кшатрия». «Кшатрия» — это кто у нас? «Кшатрия». «Войн». «Войн». «Войн» там есть. «Да, дальше». «Вайша» — это тему хозяин. «Шудра». «Ну, это Шудра». «Шудра» — это кто? «Шудра». «Веда». «Ну, это знание или Веда». «Махапса». «Афамахарата» — это сказание, там, «Асанак Великой Бхараты». «Рамаяна». «Рамаяна» — это, собственно, Рамаяна. «Индра» — это… «Собственно, Рамаяна». Как оно переводится? «Рамаяна» … «Ой, сюда походи. Или у нас не давалось? Нет, у нас перевода не давалось. Приключение Рамы, я не знаю. Приключение Рамы? Вполне. Хорошо. Индра, царь богов. Индра. Вишну, это вишну. Ну, собственно, вишну. А что такое вишну? Как это слово переводится? Я не знал, что оно переводится. Хорошо, Алексей скажет. Нет, Алексей тоже был в заблуждении. Должны задуматься на такие вопросы. Продолжаем. Эка 1. Таща 10. Щата 100. Сахасра 1000. Артха. Это, по-моему, половина, нет? Нет, артха половина, а артха? А, артха. Не знаю, это же будет. Дело, цель, причина. Смысл. Смысл жизни. Значение слова. Тарма. Ну, это закон. Можно перевести. И карман. По-моему, действие. Дело. Дело. Да, действие. Хорошо. Алексей, пятое. Пятое. А, незнакомые слова. Вишну, это обитель Вишну, небо или атмосфера. Отличный перевод. Да? Вполне почему нет. Тушь, быть довольным, наслаждаться. Ашва Пайти. Вот имя собственное, насколько я помню. Ну, Ась, хорошо, а с чего это имя собственное состоит? Ашва, это повелитель лошадей? Оно или нет? Ашва, это... Ну, да, 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 да. То есть, Ашва, это... Именно то я хотел услышать. Этимологию. Этимологию. Этого слова. Да? А, Алексей, вы же понимаете, как это слово построено? Ну, Ашва и Пайти. Ну, да. Ашва, что означает? Ну, повелитель лошадей. Ашва, что означает? Лошадь. Лошадь. Пайти, повелитель, да. Ну, хорошо. Упахиана. Да, правильно. Небольшой рассказ. Ну, шастра, это... Указание, правило, учение, учебник или, собственно, шастра. А. Сидеть, жить, пребывать. Очень интересно, что есть вариант с короткой А, который быть. А тут почти тоже быть, но немножко по-другому. Ага. Нюансы, нюансы. Я различаю. Да. Хорошо. Значит, Николай, вы тогда будете домашнее задание потом прописывать, проделывать, да, я понимаю, или как, или что? Конечно. Хорошо. Пробовали ли вы найти, было ли время и возможность проверить, умеете ли вы находить слово в словарях, я имею в виду, бумажных, в электронных, или еще пока руки не дошли? Ну, какие-то отдельные слова, да, пробовал, конечно. Алексей? Ну, было, то есть, ну, просто, в чем задача-то? Ну, задача, оперативно находить нужное слово. А. На бумаге, ну, не стоит. Ну, с известностью. Ну, с того, что я не нашел. Ну, хотя бы искали уже хорошо. Марин? Да, были попытки. Удачные? Ну, так, да. Не очень быстрые, правда. Ну, да, я просто и говорю, что надо ускоряться с этими попытками. Итак, у нас... Если вы захотите освоить удаление в ведийском языке, есть отдельный листок. Удаление в ведийском языке, ну, возможно только с... в графике Девы Нагод. Но я не уверен, что вы сейчас этого хотите. Там же значки вроде, да? Ну да, значки. Из 140 тысяч слов в большом петербургском словаре, на который, собственно, вера Александровна ссылается, ударение проставлено в 21 тысячи слов. То есть одна, на том, какая часть слов имеет, собственно, ударение, известное ударение. Это считается основной авторитет по ведийским ударениям. Встречайте. Я даже не устала. Внешний санх и ССР. Внешний санх и СССР Я уже забыл. Так... Ну, 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 в России, да. Да, да. В России, да. с темп шест да да санкции класс мы начали проходить и так же быстро закончились сапки сакон на согласно теперь старший класс так марина вас киев уже есть нет еще еще праздники на я еще не могу вы еще не можете скоро я уже не смогу она же женщина нет но все же не настолько не настолько не настолько что было вот так вот и у нас тоска не открытым же да 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 нет а она должна быть открыты к началу уроку до того как я вообще сказал слово тоска кто там уже ляп я ясно а все равно что четыре должно не знаю а я как владелец видимо эти показывались показывается только неопознанно какой это здесь да да итак когда санскрите встречаются гласные они всегда меняются то есть влияют друг на друга то есть в санскрите не могут идти два гласных подряд которые не подверглись изменениям есть лишь список из порядка семидесяти слов исключение из регведы когда например после а идет гласная у и это не дифтонг не дифтонг то есть не ау а именно про 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 то есть как отдельные гласные кроме вот небольшого списка исключений который приведен в учебнике Кнауэра в конце там есть список он приведен сейчас скажу так на время надо вставать сейчас с с с с с с с с с куда где я привел этот список я уже в конце так быстро найти то его не могу вставить вам я его приводил так есть список когда не меняется а в остальном гласные меняется но в общем то это не такая проблема потому что гласных на стыке слов не так много это это чаще касается именно сложных слов когда из двух трех слов сращивается одно слово и на самом деле просто по длине слова уже вы должны заподозрить что-то неладное если оно больно длинное и в середине есть долгие гласные эти долгие гласные вас должны настораживать не закрабывалось ли там санхи и так краткие гласные встречи краткие и долгие гласные встречаются образуют долгую гласную это мы записываем в сокращенном виде как это записано в почередине в новое знаете только вы я еще не видел ну там все а и и у прописаны через плюсик стрелочка гласные ну да а в себе для себя в тетради вы пишите в сокращенном виде вот так вот у вас же не так нет вот а вы себе пишите вот так то есть краткая а или долгая а плюс краткая а или долгая а дает всегда а долгую тетради вот а вот Одно слово оканчивается на А, другое начинается на А. Оба кратких, но это не имеет значения. На Ахам. Вы будете искать слово на Ахам, и не найдете. Потому что для начала вы должны снять уровень Сандхи. И вернуться к исходной форме. Офигеть. Но вы когда попробуете в 40 раз искать слово, которое в принципе нет, задумаетесь о полезности правил Сандхи. А потом на 400 раз вы уже начнете их запоминать. То есть правильно ли утверждение, что чаще всего длинные гласные, это скорее всего сочетание? Надо смотреть по длине слова. В кратком слове, это естественно, ничего подозрительного там нет. Но вот я приведу сейчас, но под рукой просто болтается, разбитые сложные слова на составные части. Ну вот я в скайпе сейчас скину. Это в транслитерации SLP1. Значит, видите, здесь слово состоит из 1, 2, 3, 4 частей. При этом оно не делится в тех местах, где казалось бы, могло бы. То есть видите, СТРИ и ДОЛГОЕ. Оно записано большой буквой, значит она ДОЛГОЕ. Вот согласно вашей логике, должно было быть развито как СТРИ и ПАРИ. СТРИ и ПАРИ. Сочетание, исходя из знакомых морфем. А что оно значит? Заведомо никому неизвестно. Нет, вот это. Это пример деления слов. Интересно, я могу глянуть, но не имеет значения. Любые длинные слова, они скорее всего отчленимы, но не всегда по длинным согласным. Вот о чем я хочу сказать. Но вы потихоньку будете подозревать в каждом длинном слове все равно какую-то сложность. Ну вот, даю пример, значит, и мне Алексей скажет, как он думает это слово. Надо разобрать. Имея свою санскритскую чуйку уже. А, ну. Анта, тантра и тара. Да. Я не знаю, что это значит. Не имеет значения, что вы знаете, вы должны лучше чувствовать, просто где делятся слова уже, потом будете искать. Анта, тантра, тара, да? Антара, это имя собственное, тантра, это текст? Нет, это не имя собственное. Имя собственное, это не первое значение этого слова. Ага. Далеко не. Вот. Ну, видите, то есть как бы уже функция переноса строки у вас вполне развита. Потому что мы могли бы подрабатывать приложением для варда. Переводом каретки. Да. Хочется найти пример, где все-таки... Не так просто? Ладно. Нет, не именно делиться по длине, ну ладно, значит, прям сложное слово. Ну, так и быть, запомнили, что сложное слово, это иногда не столь очевидно. И так, значит, АА, это дает А, то же самое записываем с И. И долгая, и краткая. А, а вот, а вот точечку можно не ставить на длине, если там... Разумеется, не ставим, потому что она уже неуместна. Место точечки занимает или Макрон, или обозначение краткости. Точка уже не надо, она уже лишняя. А то, да, конструкция получается. Ужасно. Ну, вот другой пример. АПИИДАНИМ. АПИИДАНИМ. И вот вы, когда видите какой-нибудь АПИИ, у вас сразу должно сосать под ложечкой, потому что вы знаете, что АПИИ, это один из самых частотных слов в санскрите, и уж подозрительно, что-то там АПИИ, какой-то вот такого АПИИИ и долгим нет. У вас сразу должно быть, о, тут надо сечь топором. Сесть набор служебных слов в санскрите, которые весьма частотные. Вот, в частности, АПИИИ. Поэтому вы сразу чуете неладное, правильно делаете. Айдань, ну, АПИ, это у нас, мы проходили, это тоже. Да. Айдань, как оно? Ну, вот как оно. Пережи. Расскажите. Тоже идти. У вас есть все, что необходимо, чтобы ответить на этот вопрос. То же самое с У. Например, субкашиты, в частности, ту, которую вы учили, Макшика, в которой пока еще не сошли индийских часов, ее уже называют сукта. То есть, хорошо сказанной. Хотя, каждая из этих классных, изначально краткая. Смысл слова су, вы уже знаете, да? Да. Это префикс в древнейшем языке, префикс в ведийском языке, то есть в том языке, который был хронологически до санскрита. Приставки вообще гуляли отдельно, не жили отдельно от слов, к которым они относятся. Поэтому это су могло быть вполне отдельно гуляющим. Но вот су, укта. Укта от какого глагольного корня написано? Ук, видимо. А? Ук. Нет, не от ук. Увач. Помним. От какого глагольного корня? Вач. Тут то же самое. Укта. Увольного корня Вач. А как? О, блядь. Я не узнаю вас в гриме, хочется сказать. Да, да, да. Не узнаете, что хочешь сказать? Вас в гриме. Так вот, укта, это Вач. Господи, тут ни одного символа из Вач нет. Почему нет? Вач, он же и Ук. А, ну да, да, конечно. Как? Как он так? Ну это же очевидно, да? Нелогично. Это очевидно, конечно. Сарказм был, я слышал. Вот. Это что касается соединения однородных гласных. Однородных. То есть, слева и сзади одной породы. Но на этом ведь не все. Но на этом ведь не все. Есть неоднородные, разнородные соединения. И тут начинается то, что нужно запоминать и выписывать. И так. Для них это сейчас, теперь в настоящее время. Вот, отлично. На величине. Я тоже уже посмотрел. Ну то есть, то есть, это можно не только АПИ превратить. В АПИ еще что-нибудь поставить. Конечно, можно поставить, ну, слово на И. Какое у вас, вам приходит в голову? Только Индра. Нет, это, которая заканчивалась бы на И. А. Да. Заканчивалась? Например, ИТИ, почему не вспомнили? ИТИ, да. Или, или, или. Из того, что вы уже знаете. Нет. КАВИ. КАВИ, да. Поэт. Вот, отлично. Вот, вы сами можете работать гениатором санкций. Да. Это почетная функция. Да. Итак, разнородные. Соединение разнородных классных. То есть, А краткая, А долгая, плюс И краткая, или И долгая дает Э. А точнее Э. Э. Помним, да, что Э и О всегда долгие. То есть, эти вещи запишиваются именно вот таким кратким способом, через краткую долгу, чтобы вы могли их записать себе в табличку, или на обложку книги. Вот. Вам нужно их подсматривать. А в длинной записи это неудобно. А плюс И дает Э. А плюс У дает О. А плюс. Сейчас. Созвожу место. Пример первый, согласно Кочергину, и не будем мудрить лукаво. Татха-ити. Татхети. И это не похоже на глагол. Это сразу должно настораживать. Эти маленькие слоички, которые прилипают, как бы, как... Как... К попе лягушки прилипает человек. Вот так же... Не-не-не. Макшика к вране. Да. Да. Да вот это вас должно настораживать. И так... А когда встречается... У-У переходит в О. Главное себе это все записывайте. Потому что в вашей книге, даже в той, которой Марина у вас еще нет, записано другим способом. Более неудобно. Из-за того, что у них шрифта просто не было. А вы как-нибудь участвовали в издании этой Кочергиной? Нет, в издании этой Кочергиной... Увы, каждый раз, когда Кочергина решает издавать книгу, она меняет издательство. Я договариваюсь с предыдущими издательствами. Она, кто говорит, уже меняет его. Я не успеваю за ней. Заметает след. Ей 92, но она более шустрая, чем... Чем мы все. Чем мы все. Значит, второй пример. Раджа-Увача. Раджа-Увача. Вот когда вы видите что-нибудь такое, как О-ВА-ЧА, этого такого стола в принципе быть не может. Поэтому и подлиннее уже подозрительно. Многовато уже получается. Четыре слога. Это, скорее всего, что-то не то, да. Да, да, да. Но именно о всяких Увач я уже вам говорил. Вач – это самый частотный глагол в Махапкаре, встречается, упустим, тысяч пятьсот раз. О, Боже. Да, блин, даже Бхагавадгита начинается с фразы, это хритара, что Увач. Вот, тот. Увач – это же от глагольного корня Вач, уже вам хорошо знакомого. Вот, и вот так вот эти самые Увачи, они часто, не часто, в третьих случаях, они подлежат изменению. Итак, поехали дальше. А, А плюс Э дает дифтонг, собственно, дифтонг, из которого и произошел. Этот сам Э дает Ай. Дает Ай. Дает Ай. Например, вот, пример к первому Санхе еще. Так, нет, не к первому Санхе, не до милки. А, то есть, Э. Намо Этат. Да, намо Этат. Ну, вот дифтонги внутри слова – это вообще верный признак того, что что-то пошло не так. Или это какое-то от глагольное слово. Это все равно какое-то, это непервычное слово. Или это склеились два слова, или это что-то непервычное. Помните мы, когда облачный писать слово? – Какое? – Облачный. – Мы такого не писали. – Алексей, честь… – Вы писали без меня. – Защитите, было слово у нас «облачный». Николай пусть напишет на доске справа сверху слово «облачный». Как записывается? – Блин… – Я тоже не помню, что мы такое слово писали. – У меня сейчас начнется, кажется, что не было. Что я пропустил и не дал. Видишь? Хорошо. – Я вот не могу вспомнить. Но это ничего не значит. – Для женщин можно? – Майк… Значит… Майк Ха. Майк Ха, Николай. – Майк Ха? – Ага. – Да, Нагаля, запишите ему. – Я… я… ну… я не помню, что мы его писали. Но я попробую… – Хорошо. – Вы не бойтесь. – Не бойтесь. – Мы его брали… ну да, мы в прошлом… в прошлом году его брали. Можете уже не помнить, я согласен. – Давно было. – Мы уже два года изучаем Дэва Нагаля. – Ха-ха-ха-ха. – Девятое занятие. – Да. – Очень длинные занятия. – Да. – Растянулись… занятия начальные, растянулись на года. – Да. – В том занятии, когда мы проходили вторую часть гласных, я вам давал вот такой пример, ну ладно. – А. – У нас всё записано. – Если не прогулино, то прописано, согласен, да. – Николай, что вас смущает? – Ну я думаю, как это лучше написать? – Лучше? – А вы пишите хоть плохо, но пишите, главное не растягивайте. – Ладно, попробую так. – Скорее, если будет неправильно, сейчас разберём. – Ну вот, наверное, так. – Не знаю. – Я же сказал г-ха, г-г-ха. – А, г-ха. – А, г-ха. – Г-ха. – Г-ха. – У меня нет облачности, кстати. – Очень и очень плохо. – Это ты про погоду сейчас? – Да, я думаю, что там мороз скорее, да, имеется. – Ой, да, у нас очень, очень… – Свежо. – Свежо. – Питер, Питер. – Мороз? – Еще пока не солнечно, пока темно и морозно. – У нас тоже холодно, плюс пять сейчас. – Плюс пять? – Плюс пять? – Свежо. – Свежо. – Ну или плюс четыре, может быть так, очень зябко. – Да, да, да. Вон в Петербурге все с гейморитом ходят. – Что это все? – Все, все, все. – Не знаю. – По телевизору передавали. – Да, 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 неоспоримая история. – Не читайте передоведов советских газет. – У меня не получается закорючка сейчас. – Давайте. – Ну, ладно, оставлю так, у меня все равно не получится. – Хорошо. Так, мэгха – облачный. От слова мэгха – облако. То есть оно… Вот это дифтонг – ай, ау. Или вот есть слово удаком. Что означает? – Николай, удака. – Удака написать? – Нет, что означает удака? – Удака. Какое-то очень знакомое слово. – О, сейчас мы далеко отойдем так. – Удака, удака. – Может, вода это тоже? – Вода. – А удаком – водяной. Понятно, да? – Это тоже знакомое слово. – А вот такие разные непервычные слова, они в себе содержат ай, ау. Понятно, да? То есть как бы в природе слов естественного исходного происхождения, которые содержат в себе дифтонги – единицы. Поэтому всегда, когда видите дифтонг, вас должно в горле перехватывать. – А как облако будет? – Мэгха. – Мэгха. – Мэгха. – А в чем тогда будет Мэгха? – Мэгха – это облачные. – Нет, я понял, что Мэгха облачные. А каким образом здесь санха у нас работает? – Санха здесь никак не работает. Я лишь вам намекаю на то, что когда видите ай, вы должны думать о двух вещах. Или тут что-то слиплось, или если это очень большая единица, и слипнется там нечего, то это слово вторично образовано от какого-нибудь первичного слова, которое этот дифтонг не содержит. – А, все, понятно. – То есть какое-то правило, да? – Ну это не правило, это вам подсказка, что вы мучились не четыре часа, а хотя бы три. – Не-не-не, я имею в виду про трансформацию. – А, да, правило подъема гласных, да. – Так, идем к нему. – Поднимаемся. – Опускаемся. – Медленно в гору. Опускаемся? – Все ниже и ниже. – Лошадка, везущая санскритовоз. – Санскритовоз – это какое-то сложное слово. – Да. – Сапаса, сложное слово, да. – Санскритовоз. А нету санскритовоз? – Не, не положено здесь санхи, хочу спросить. – Да, да, да. – Марина. – Положено. – Это они просто соединяются. – Классно. – Итак, следующий пример – это АА плюс О. Плюс О. Значит, я когда учился, я себе писал таблицы. Я уже вам рассказывал, по-моему, даже показывал. Значит, я много лет читал таблицы. Чего я вам советую? Писать эти вещи, конечно, в виде не таблицы. – По-моему, это гиблый номер. – То есть тут напрашивается. – Там нужно кое-что удалить, наверное, в третьем. – Ну, буквы её удалить, чтобы я осталась. – О, вот так. и последний последний из этой породы с породой неоднородных соединений неоднородных гласных А можно вопрос еще по предыдущему? Да, да, да Там где был Махариши, великий мудрец А как будет в полном, в смысле, в Санху читаться, как будет? В полном Санху, а что вы мне называете в полном Санху? Ну, если отдельно, то Махариши Махариши, да Эр там какое? Николай, эр там какое? Ну, как бы, в первом варианте это эр Ну, как бы гласные типы Эр слоговая Эр слоговая, а вот А во втором варианте? Во втором варианте оно просто эр Ну, эр, то есть Ну, то есть, как бы, не ри Эр канцонатная, я согласен А просто р Ну, вопрос в чем? То есть, это будет читаться как Махарши? Да То есть, без ри Просто р Да Хорошо, все, как бы, это Махарши Записались я кратким способом Хорошо, значит, это были неоднородные АА плюс неоднородные Какой пример можно на ААО? Дело в том, что у меня примеры живут отдельно В своей старой тетради я решил их не записывать Ну, я, наверное, сейчас Если вы так настаиваете У меня есть книга по санке Сейчас я вам найду именно пример Постараюсь В голову никакой дрянь не лезет Блин, ну, пока тяжело вспоминать слова На какие-то конкретные буквы А вот, все-таки, мне все-таки По какой Махарши не дается А вот, как бы Мы используем Санху Суэне всегда То есть Всегда То есть, если я захочу сказать Все-таки Махарши Это будет неграмотно Неграмотно Это будет Тибетский извод Санскритского То есть Слышали когда-нибудь Как тибетцы мантры читают? А это именно тибетский вариант? Я почему спрашиваю? Шучу, шучу, шучу Это неграмотный вариант Вы любой Слышали, как тибетцы читают мантры? Там они подставляют какие угодно звуки Но только не санскритские Я просто как раз это вот вариант услышал про Махарши Вот то, что вот именно Махарши, да? Где Ры именно Понятно, оно по привычке просто Я это как раз услышал от ребят, которые как раз, ну, они в танец и буддизм занимаются И я поэтому сейчас... Буддисты привлевать хотели на санскрит Потому что... На санскрит приведет на буддистов Например, этот был такой роман Махарши Да, 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 ну, в общем, в данном случае Ведь видите, в чем дело? Здесь идет речь о слитном тексте Слитный текст А когда мы употребляем санскритские слова вне контекста Мы ведь издеваемся над ними как только можно Вот это как в английском языке в множественном числе добавляется к санскритским словам Окончание эс, например, да? Пас... Решись Ну, никогда не встречали? Нет Вам повезло Вот в тексте вот санскритские слова с английскими окончаниями там Вот Ну, то есть как бы каждый язык издевается над санскритом как только может Понятно Поэтому Махарши это из той же серии Что вот Риши по логике оно вот так Раз он большой, значит надо... Ну, то есть просто потому что не слышали о таком санхи Так вот, значит, возвращаясь к этому АА плюс КО Дело в то... А, можно же найти слово на О, Хуаваре Ну, О, Диас, например, сила Проходите Да Не хочется так вот придумывать санскрит, хочется взять пример с литературы Дело в том, что в книге санскрит даже нет уже готового примерно О Ну, возьмите на О, Оджас, я говорю, сила Гора Оджас Гора Оджас А, ну хорошо Ещё есть популярное слово, значит... Есть у тебя примеры? Я проглядел Хорошо, напишу вам О, С, Диас Гора Оджас А вы мне переведёте Ой Раз уж... Мы просили 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 А, или Нюрмала Ольж Чистый Итак, я что написал уже? Са Са Как переводится? Са, как переводится? Как переводится? Как переводится... Как это должно, да, да Как это должно Сайт, по-моему... Николай, давайте На вас вся надежда Как переводится Я, скорее всего, перепутал с АС Бить Это точно Я закончил А, это этот он... Так... Са, А, ДОЛГОЕ А, А ДОЛГОЕ? ЭТА Ну то есть женского рода, да? Да А, ЭТА АНА А, точно, да СА и СА АНА А что такое ОшАтхи? ОшАтхи ЛошАтхи ЛошАтхи какие-то, да Николай, ОшАтхи ОшАтхи? Да Вы же от кроваведов на ночь читаете? Ха-ха, да, не, я по саму Веде прикалываюсь В Кочергине тут два слова на О Это Ольжес и Адана Так В дело вступает Фриш Продолжаем поиски Хотите, Сан, получите одно из редких в современном языке, но часто употребляемых от хороведей слов? О ОшАтхи Растения Трава Трава Лечебная трава Это трава? Лечебная трава Лекарство? Да, лекарство Она трава? Это лечебная трава А, это лечебная трава Получается, эта трава превращается во что? О О Сан, 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 Сан Угу О Да Вот он называется Безобидно Вера Александровна решила опустить пример с О А вот Марина не терпится убить Ну вот Ну лечебная трава, очень полезная Да Слово это вообще такое считается благотворительным влиянием, скажем так, как образец Да Ну то есть будет, получается... Я попросила Что, Николай? Ну и получается вариант с этим, да? С Санхи, да? То есть Ау Да Хорошо С Ау, Шатхи И третья разновидность Санхи А там дыхи была короткая или длинная? Ммм Краткая Краткая Не короткая, не длинная, а краткая 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 Ни одна из перечисленных Санхи Тревач Я же Деванагари пишу, а не Танцлитерации А Санхи? Ну Санхи, наверное, лучше в Транцлитерации Хотя можно продублировать Деванагари Нет, дело в том, что вот то, что я сейчас даю, невозможно продублировать Деванагари То есть это получается очень длинно, то есть надо выписывать все формы Вот в чем преимущество Транцлитерации Для данного Для тем, для, вот Над шрифтом Над латиницей можно издеваться как хочешь Итак После гласных И, 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 у, у, и, ри Перед другой гласной, перед неоднородной гласной Изменяются в такие, которые считается, что они стоят между гласными и согласными С современной точки зрения Е и В, они считаются такими, полукрофтными. Гласными. Нет, гласными не считаются, но между, они вот между. Вот, поэтому ИИ переходит в Y, а УУ переходит в X. А я не повёлся. А зря. То есть, они трансформируются, а вот гласная, перед которой они стоят, остаётся такая же? Да. А R теряет, нет, не то, что вы подумали, а теряет всё из швыточков. Что мы подумали? Как Махаршин. Как Махаршин, но не только, да, в Махарши Риша было вторым словом, а здесь R, наоборот, конец первого. А, наоборот. А как будет вот эта вот Савития сказала в Санху звучать? А никак не звучит, эээ, Савитр Ювача, на самом деле, ну Ювача, Ювача, ну то есть, ну, есть небольшая разница всё же. Савит Ювача. Нет, хотите, я могу дать вам другие примеры, чем Кочегина, да, ну по мне так вам, вам вполне будет достаточно этих, и плюс у, и плюс у. То есть вот свага там, это просто, получается даже по смыслу даже не то, что там добро пожаловать, а это как бы, вот очень добро пожаловать, да? Савит. Очень пожалуйте. Да, очень пожалуйте. Смысл другой, на самом деле. Другой, тем что? Ну, я по тому, что вот, я вот это слово раньше знал, свага там, но не знал, что оно образуется с помощью частички су, а частички су это усиление, то есть, как бы уже вот, допустим, в моем сознании свага там уже это, даже не добро пожаловать, это как бы вот такое, такое некое образование, которое как-то усилено, то есть вот как-то вот. То есть как бы один буддист другому буддисту говорит свага там, и вы думаете, что это не так, не то, что оно есть, вот на самом деле. А свастика тогда, по-вашему, это что такое? Ой, это что же? Су? Астика. А, ни хрена себе, ни хрена себе. Нет, такой темологии этого слова нету. А есть слово? А есть су, асти, плюс к, суффикс к, как лошадка. Открытие. Асти, су, хороший. А ка что значит? Ну, как в слове лошадка, что означает ка? То есть свастик, это хороший конь? Нет, это прекрасно. Нет, суффикс просто по аналогии. Вот ка в русском языке, а что... Лошадка, что в слове ка? А, уменьшение. В слове лошадка ка, как это несет? Уменьшительно. Уменьшительно. А в сансквите тоже иногда уменьшительно. То есть маленький хороший конь? Нет. Да нет, там, значит, лошадь. Асти, от какого угольного корня? Быть, ас. Ас, быть. А, хорошо. А перевод тогда? Хорошо существованиюшка. Перевод это вы мне расскажите. Литературный. Очень хорошо, да? Хорошо быть. Хороший день. Удался. Денек. Денек удался. Свастика. Денек удался. Классно. Блин, тяжело, наверное, было сидеть в концлагере с человеком со знанием санскрип. А тем не менее, такие были. Да? Да. Разве не всех? Или это те, кто отказался искать арийцев? Нет. Были. Были. Искать арийцев где? Среди немцев. Да. Так. Ну все. У нас эти три есть. Значит, три есть. Значит, Питр, Артхам. То же самое, просто здесь Питером спереди. Питер Артхам. Вообще, Артха, это ведь один из трех смыслов, один из четырех смыслов индуса. Утта, ой, Кама, Дхарма, Карма и Мокса. Вот. Ну, Артха вообще, здесь есть эти слова, которые вот читаешь и сразу в космос. То есть, перевод не требуется. А что, что там Мокса, чего? Еще раз. Ну, индус. Ради чего живет? Карма, Кама и Мокса. Буддист живет для своих там. Карма, Кама и Мокса? Да. Николай, не пугайте. Это на каждом заборе написано у нас в Краснодарском праве. А на заборах премьев. Нет, нет, я знаю, что тут значит. Я просто уточнить. Хорошо. Вот это у нас внешние санхи. Санхи бывают внутренними, бывают внешними. Это внешние санхи. То есть, встречаются на стыке слов. Разница. А еще санхи санхи, пройдем. Да, почему же не пройдем? Бобода хорошая. Бобода морозная, хорошая. А там всего-то ерунда. Там всего-то ерунда. И размазать. Ой, это я помню, это я помню, у нас было такое, и что она читается по-разному в зависимости от ряда. Ну вот вы, да, значит, конечно, чтобы перевести текст, вот хорошо, вернемся к тому, о чем я вчера говорил, но у вас не было никого. Вчера, вчера в прошлом году. Итак, сейчас я напишу, а Николай зачитает, Николай читает. Ничего себе. Нет, это не поход слонов. Это не слон, который держит папу за хвост сзади. Гамга что-то такое, я не знаю. Ганга. Слышали такое слово? Да. Есть в Индии такая река. Выдаем. Причем есть Ганга и Ганга. Называемый Гангой. И в Деванадаре его записывают вот так, я вам дал. А я думал, точечка это был, это смотрел. Ага, вы думали, но вы же наивный, вы же исходите из того, что индус вас не обманывает. А я же вам рассказывал, что индусам нет денег купить нормальный печатный станок. Поэтому он в течение 200 лет всувал точку куда только мог. Точнее не 200, а еще гораздо дольше. Этот обман длится дольше. И вам для того, чтобы перевести, нужно восстановить, какая там носовая была. А носовая там может быть какая? Николай, а это я уже рассказывал. По первым, мы смотрим по рядам. Вот у нас квадрат, смотрим по рядам. По первым трём рядам, согласно, эти самые носовые дружат, именно носовые, которые превратились в Аносвару, они дружат именно с гласными того же ряда. То есть, можно я попробую? Согласно. Согласно, да. Нет, я не буду. Если не туда, то мы там. Итак, в транслитерации, запишите мне слово Ганга. А там разве не долгое А? По-моему, я это не помню. Нет? У меня просто описано с долгим. Значит, с долгим. А это неязычная, получается, N. Мне больше сейчас интересует N. Согласно, вы правы, да. Так, только транслитерация не интернетовская, а, значит, с диакритиками, пожалуйста. А, там, кажется, вот это уйдёт. Кто уйдёт? Почему уйдёт? Уйдёт. И? Добавится, не уйдёт. Уйдёт другой. А, Ганга. Так, сейчас долго так, а. Н какая? Н. А. Задний язык. Понял. Как она? Так? Блин. Палочка там, палочка. Нет, там про N, там N другая. Да. Вот. Ну да. То есть это вы можете восстановить, даже если вас индус хочет, а вы всё равно знаете, как оно… Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Марк доказал, что он человек. Вот. Ясно? Как восстанавливать этимологию слов? Да. Всё-таки… А всё-таки… А долго получается, да? Марина пожалела вас и… Мы не породили ещё один водоём. А то вы в эту… А в эту минуту в Индии! А можно ещё вот такой вопрос? У нас тогда получается качество анусуары может быть N, M, да? И всё, да? Нет, все анусовые могут быть вместо анусуары. Я придумал пример, может он, конечно… Нет, тут только N и M получается носовых-то. А может… Сколько у нас, Николай? Носовых сколько у нас? Количество? Четыре? Четыре. А вчера ещё было пять. 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 Потерялось. Николай, носовые в Сан-Ските какие? Я сейчас их не… Подожди, это много людей в первом снятии. Итак. Открываем… Открываем Миллера, Николай. Открываем… Я единственное, что я могу сказать… Открываем Миллера. Правильно и зубные. А вот эти вот заднеязычные палатами… Открываем Миллера. И там есть таблица. Это… Четыре? Нет, я… Да, нет. Это есть у меня, да. Я… Вместе прочитаем. Вы не знаете, как их прочитать? Заленённые и передненёбные нет. Итак, я же рассказывал, что первый он… Н… ГА… Н… ГА… А второй… Передненёбный… НЯ… 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 Что вас смущает, Николай? НЯ… 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 Как слово… ГАНГА… ГАНГА… НЯ… И НЯ… Как слово… ГАНГА… ДжНЯ… В нашем колхозе буддисты говорят… ДжНЯ… Там… ПАРА… ПАРА… ПАРАМИТМА… Там… Чё-нибудь там… ДжНЯ… Какое-нибудь знание… ДжНЯ… 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 Хорошо, я понял. Благодарю. То есть… А совы действительно нужно восстанавливать, иначе вы не сможете это слово найти в словаре. А если у нас носовая НГА… 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 НГА, да? Почему… А почему мы в ГАНГЕ тогда… А, не, ну в ГАНГЕ просто, потому что… В ГАНГЕ… ГА, она уже дополняет эту НГА… Потому что ГА, оно… из того же ряда, что и НГА. То есть они… Я же к чему их намекаю. Намекал раньше и продолжаю намекать, что они дружат друг с другом. НГА… Не-не, просто пытаюсь немножко… Какое понятие там… А, типа, почему не ГАНГАГА? Да, допустим, если у нас носовара это М, то это М. А если у нас носовара приходится на НГА… Ну, допустим, был бы не… Просто… Второй слог был бы не ГА… В ГАНГЕ. А потом что-нибудь другое там… То мы бы все равно вот эту вот ГА читали, да? Ну, зависит довольно от кем он говорит. Ну, это… Если оно над ГА, то там же вот это… Если оно над ГА, то все… Нас уже остальное не касается. А почему не ГАНГАГА? ГАНГАГА. Я не знаю, потому что перекачиваю ГАНГАГА. Почему не ГАНГАГАГА? Вопрос такой… А, ну, надо так… Ну, там… Почему не ГУКАРЕКУ? Почему эта река называется не ГУКАРЕКУ? Не-не-не-не-не-не-не-не. Имеется в виду первый ряд заднеязычный. ГАГ, ХАГАГ, ХАНГА. А у нас тут потом после этого НГА ещё идёт одно ГА. Так совпало, но… А как это в итоге звучать должно? ГАНГА. 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 Два ГА. НГ и ГА. Нет, я понял. Просто вы… Ну, вы сказали, что это… Это считается как НГА. Сам по себе. Вот, ну, вот… Ну, вот… Носовой, да? Но мы же не отдельно его произносили. ГАНГА. А… А, когда он там втиснут… Ну, так получается… Да. Получается, что… Ну, получается, что для меня, как я понимаю, пытаюсь это втиснуть в свою систему произношения. Получается, что в слове ГАНГА у нас звук Н звучит не как НГА, а как вот обычный Н. Правильно? Ну… Обычный Н. Хорошо. Понятно. Возвращаемся к нашим баранам. Итак. Это… Вы с анусварой будете встречаться чаще, чем вам хотелось бы. Еще и почему. Потому что, значит, конечное М перед начальной согласностью следующего слова изменяется в анусвар. А так как конечных М будет пруд-пруди, потому что они встречаются очень часто из-за своей принадлежности к винительному падежу, которого будет много. Но… Вот, например. Патром ликхат. Патром ликхат. Патром ликхат. Иначе на письме бы-то получилась лигатура м-ли, а она кому нужна? Ну… Вот чтобы не получилась лигатура, вот и придумали МЛИ, чтобы эта самая М ушла на ТРА и честно осталась ЛИ. Иначе были бы разные, не нужны никому лигатуры. Вот почему это делается. То есть опять из-за экономии? Из-за экономии люди. Мне кажется, Сан-Скрит придумали евреи, но эмигрировавшие в Индию эти евреи, да, община заблудившаяся. И мне кажется, что исключительно ради стихосложения правильного. А почему не МЛИ, допустим? Ну и была бы лилегатура. А может, ну что? А это? А это новый значок. Это новый значок, их там куча, но в этой куче лишних нет. Это был бы лишний. А, то есть у нас нет лигатуры МЛИ? Нет, лигатура МЛА у нас есть, но зачем ее лишний раз употреблять? А, да, логично. Ну, то есть, да, все эти лигатуры, это за бич, книга, печатание. Это ради того, чтобы не усложнять. А конечная М изменяется в анусвару перед гласным. Поэтому и так помню. Конечная М не изменяется в анусвару перед гласным. То есть перед гласными, то есть перед любым согласным меняется в анусвару, а перед гласными не меняется. Перед гласными. Перед гласными не меняется. Шантим и чанти у нас в этой макшике было. Шантим и чанти. Так вот, шантим записано через М обычную. Шантим и чанти, да. Вторая строчка, Николай. Шлоки. В чем вопрос? Вопроса нет. Здесь констатация факта. Шантим и чанти. А вот мы... Ну, я знаю, что есть такой шантим и чанти, да. Значит, у нас М здесь же не анусвара. Оброчай мне войне. Нет, у меня по этому поводу туда тоже был такой вопрос, потому что я вот... Просто для меня очень необычно, что... Ну, я привык как бы разделять, да? Ну, как бы... Шторость. Ну, шантим и чанти. А тут получается, как вот это вот ми, да, оно пишется вот этим вот отдельным значком. И у меня возникает разрыв сознания. Да, это, блин, тяжело. Там, когда конец слова переносится там куда-нибудь на письме, еще вперед, там, каким-нибудь крючком. Что, если вот, допустим, я вот, допустим, вот не знал бы, что это шантим и чанти, а вот, допустим, ну, там, прочитал бы это где-нибудь там... Сартишки, например, выбор. Да. Тут мне было очень трудно понять, что вот это ми, это санхи внешнее. А это, как раз, и санхи, потому что оно здесь не подвержено санхи. Сказать, пожалуйста. Ну, не санхи, а... Конечно, не изменяется он на свару пересвана. Его образ здесь нет слова. А, да, 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 да. Изменяется. Да-да-да, это не санхи, но это слитное оказание. Да, это слитное написание. А, вот тут, да, интересно то, что... Мне мозг рвет, например, то, что... Буква И... Ну, не буква И, а вот палочка от слоги Ми, она идет перед символом М, а это они наоборот, как-то, да, вот, фактически. Шантим и Чанти, то есть. И наш рабочий крестьянский ум просто... Не, ну, сейчас уже легче. А, смотри, какая губерния. Если... Если Ахимпургская, то там нормально сойдет, а вот Московская область, вот она... Да, вытормашивает. Тут, знаете, в чем дело? Тут, мне кажется, что это еще просто касается словообразования, или это не касается... А, нет, это не касается словообразования. Просто тогда не всем понятно, почему, допустим, Шанти Мичанти вот пишется так слитно, ну, как в записи слитно, а какие-то другие слова, вот они вот раздельно. Ну, всегда, когда можно, инду слепить вместе. Когда удовлетворительного правила нет, он оставляет по отдельности. Ну, допустим, вот в этой же вот шлоке, допустим, ведь по какой-то же причине они вот отдельные слова или словообразования в отдельные, а вот Шанти Мичанти вместе, а вот эти все вот Калахамичанти тоже вместе. Хорошо, а почему, как всегда, Врана Мичанти должно было бы написано быть вместе? С чего вы взяли? Нет, я не знаю, почему вместе, но я точно так же не знаю, почему эти вместе. Вот что вы делаете. Как вы не знаете, почему эти вместе? То есть... Скажу, вот Врана Мичанти, Тхана Мичанти, Калахамичанти и... Не знаете, почему они вместе, да? Шанти Мичанти, да? Ну да, почему они все вместе. Конечное «М» не изменяется в «Анусвару» перед... Не-не-не-не, Николай про другое спрашивает. Вот, допустим, почему «Калахамичанти» и «Щанти-мичанти» написано раздельно? Ну, раздельно. Как они написаны раздельно? Ну, допустим, «Враномичанти». Вот, смотрите, «Враномичанти». Ну, вот, есть «Врана», есть «Ичанти», а причем есть вообще «М»? Почему она «Ми» стала? Почему они вместе написаны? А, «Ми», вот это. Это в «Нительный падеж»? Да. Какой, да? Не, вопрос в том, почему они написаны слитно. То есть, понятно, как они написаны слитно. Почему они написаны слитно? Потому что «Ми» всегда пишется таким образом. Не-не, а почему просто не отдельно? «Враномичанти» и потом «Ичанти»? Да, да, да. Нелогично. У нас есть правило слитого написания слов. Итак, открываем тетради. Да, там что-то было, я помню. Было? Это не должно быть было, это должно быть свежо. Николай, как гласит правило слитого написания слов? Честно? У меня же в этом вопрос. Так нет, у меня же в этом раз вопрос. Я не понимаю. Не-не-не. Открой 12 декабря 2015 года. Прошлогодняя запись. Понимаешь? Я здесь пошлая. Ой, а я прошлогоднюю тетрадку сжёг. Слова пишутся слитно, если предыдущее слово оканчивается на согласную, кроме висорги и аносуары. Раздельно, если на гласную. Макшика оканчивается на гласную. Значит, оно пишется раздельно. Шантим оканчивается на согласную. И поэтому мы вынуждены писать её слитно. Господи, всё так логично. Да, я не понимаю, о чём вы. Марина, вы отслеживаете мысли, да? Я вообще не понимаю, о чём вы. Вы не потеряетесь уже минут 20 назад. Ну, то есть, да. А теперь пусть Алексей объяснит до того, пока Марина не поймёт. Она сейчас скоро уйдёт? Я давным-давно поняла, я давным-давно наблюдаю просто. А, интересно просто, как это? Что? Чём вы там занимаетесь? Хорошо. Да-да-да. Припомни. Хорошо. Ну что, я могу вас поздравить с тем, что вам впервые не надо выписывать дома значки. А в прошлый раз разве не надо было выписывать? В прошлый раз тоже не было. Да, в прошлый раз тоже не было. Ну ладно, теперь уже отдыхали. Не-не, мы держимся. Ну что, домашнее задание. Николай, если не сделаете домашнее задание, то вы чётко пишите. Я про хиндей и бездельник. Делать его не стал, потому что не посчитал нужным. Опять чётко понимал. На санскрите. На санскрите надо писать. А то мне бы лучше вечером. Ну хорошо, вечером. Будет так будет, не вопрос. Я же не понял, что вы дома задания не делали. Для меня новогодние каникулы — это время, когда вот можно книгу закончить, ремонт начать, что-нибудь вот такое. Я начал ремонт, а тут называется домашнее задание длиной полстраницы. И то у нас глаза большие. Ох, какое оно. А мне вот невозможно. У меня дети круглосуточно дома. Невозможно с детьми и домашним заданием. Пусть дети делают ремонт. Совместить детей и домашнее задание. Никак. Насчёт этого я вчера рассказывал, но у вас не было. В другой группе. Итак. Семья — это не означает, что нет санскрита. Бертлинг — создатель крупнейшего словаря санскрита в мире. Даже двух. Он дважды. У него что-то замкнуло, и он два раза повторил это. То есть вот такой вот словарь, вот такой вот словарь. Два раза. У него была и жена, и дочки, и внуки. И он с ними гулял каждый день. Он отдыхал летом на даче. Надо было отдыхать от санскрита. Он вставал в пять утра. Чтобы... Подозреваю, что было не так. У него была семья. Потом, ну как бы, все проблемы связанные с этим. То есть этот крест он нёс тоже. Но... Это не оправдание. Я к тому, что семьянин, наоборот, может заниматься санскритом полноценно. Потому что он знает, ради чего он встает утром. Вот. А вы всего лишь жалеете себя. Нет, просто я не могу встать в пять. Жалеетесь. Каждый день. Я же женщина. Я, кажется, понял, почему я не понял. Ой, да уже это хорошо с того момента. Не понял. Да. Потому что, видимо, я не до конца понял, что такое нусвара. И исходя из этого я не очень понимаю правила стыдного написания слов. Именно поэтому у меня возник вопрос с Жаней Генченко. На самом деле, не переживайте. То, что вы говорите, это не столь очевидно, как кажется. Просто Марина уже давно притёрлась, поэтому ей кажется это легко. А на самом деле это не столь очевидно. Я с вами согласен. Солидарий. То есть, допустим, я даже вообще не понимаю, в каких случаях всё-таки ставится нусвара. Потому что, если так смотреть... Вместо любой нусовой может стоять нусвара. Подупайте, так наим с вами написано. Но это всё равно же... Это всё равно же некое упрощение. Всё равно же так лучше не делать, да? Поэтому, если вы посмотрите, в словаре Кочергиной, например, в большом словаре, то в Деванагре упрощение, а в Транслитерации расшифровка. То есть, не точное совпадение. То есть, если вы возьмёте конвертер и из Деванагры сконвертируете его в Транслитерацию, то вы не получите одно и то же. То есть, когда вам говорят, что Транслитерация полностью соответствует Деванагре, вас обманывают. А у меня вопрос про муху, про нашу, про Максику. Когда читаем там, у нас всё-таки Шанти-Мичанти или Шантим и Чанти? А всё равно у вас Шанти-Мичанти получится? Потому что она там читает Шантим и Чанти. Сделайте небольшую паузу. Не ведитесь на поводу Деванагре. Угу. Мы не знаем, что там. Подозреваем. Можно вопрос? А почему я... А можно вопрос? А почему я не могу сказать Макшика? Почему не можешь сказать Макшика? Ну вот, я хочу поставить Анусвару после слова Макшика. Почему я этого сделать не могу? А с каким умыслом вы хотите поставить туда Анусвару? Не знаю, просто потому что... Не знаю, потому что Анусвара встречается и в других случаях. А я понять, что я не могу. Мы дойдём до венительного падежа, Николай. Будешь ставить где хочешь. Дойдём до венительного падежа. Будешь ставить где хочешь. А как мне тогда понять вот эти вещи все? Дожди. Набирайся терпения. А, там же это... Ты должен верить Гуру, даже если он несёт ахинею. Охинея, бля-то. Нет, дело у них... Нет, дело у них ахинея, дело в том, что получается, что очень... То есть Галард. Да, даётся что такое Анусвара. В Санкт-Петербурге очень много разных М на окончании слова. Так? По разной причине. Почему Анусвара это не обязательно... А, нет, по-согласну я. Это не обязательно. То, о чём я рассказывал, Ганнга, это внутри слова. Но речь сейчас не об этом. Вы просто... У вас вызывает сложность Анусвара. А Анусвара, я говорю, бывает внутри. Чтобы индийский печатный станок не сломался, они придумали вот такую хитрость. Это внутри слова. В конце слова другая хитрость. Чтобы бумагу себе поманить. Не-не-не, всё ли не слово. Ладно, там понятно. В конце слова... Значит, у нас слова, оканчивающиеся на М, или падеж, оканчивающиеся на М. Что смущает? Думайте на темно-досуде. Через неделю мы поговорим об этом. Я бы хотел попросить Алексея. Ведь он не разучился Макс читать так же хорошо, как уже читал? Макс, пожалуйста. Всё может быть... ...поколением. Принятого. Ну да, я думал, что для творчесников, так сказать, повторить в вашем исполнении. Чтобы у них была, как бы, руководящая звезда, так сказать. Путеводная. Путеводная. Попробуем, конечно. Ну да-да-да, немножко времени есть. Можете просто еще раз перечитать просто так, чисто освежить в память. Макшиках. Враннамичанти. Тханнамичанти. Партхивах. Ничах. Калахамичанти. Шантимичанти. Садхвах. Шантимич. 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 Вот так, Николай и Марина, вам нужно повторить. Следующий, Господи. А вот эта вот Твисарга, она все-таки как Х читается? Зависит от деревни, Николай. Без дупирования? Зависит от деревни, куда вы попали. Просто... Николай, слушай, что это зависит от деревни, в которой вы попали. Я просто пытался... Я же вам говорю, зависит от деревни. В одной буду пытаться. Нет. Надо слушать, как поет Куша. Куша, в данном случае, для нас образец. Куша, это трек ВКонтакте? Просто я говорю, я пытался петь с дублированием басмами, я не смог. Вот это видите, значит, не всегда это возможно? Да, 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 потому что, блин, где-то там... Получается, дополнительный слог, он не всегда в облако. А, ом бур буат сулаха, тат савитур варитям фаргоды васяды махи. То есть, вот там сулаха, вот это вот повторение предыдущего, уместно как бы. Там это можно спеть именно с повторением предыдущего гласа. Вообще, сва, это В, иногда в ведийском языке читают как КУ, СУ, ну как бы... В общем, могут растягивать... Когда им что-то не хватает, они начинают хитрить. И хитрости могут в разных местах проявляться. В частности, СУ, А вместо СВА. Понятно? Это такие общеизвестные вещи... Я же говорю эстеты, эстеты, у них всё ради стиха и сголыния. Стихосложение самое главное, всё остальное, даже слово они могут просто добавить в долготу, потому что надо было, иначе стих не получается, а другого слова нет. Поэтому это слово отныне будет с долготой. Таблица приоритетов. Чтобы были клёвые стихи, а второй приоритет, чтобы экономить внимание. А третий, это чтобы смысл получился. Смысл написать. Если бумага сэкономлена, и стих звучит... А смысл? Да, а смысла нет, то это нормально. Получился хороший гимн, да, воспевание. Туманнее, тем лучше. А, можно я пойду уже? Нет, ещё три минуты. До конца урока. А можно выйти? Звонок для учителя. Марин, без учебника, чтобы не показываться. Чтобы не показываться уже. Ой. Я отключу камеру, тогда вы вынуждаете меня. Говорят, в Петербурге есть кочерки, да? Да, да, да. Я буду, чтобы... Да. Зря так делаете. Марин, ну уже полно же детей, можно дитя послать. Опять же. Не, они мало... Малые дети. Надо группу им посылать. До свидания. Домашнее задание, чтобы было сделано. И Макшику, чтобы пели как Алексей. Иначе... До свидания. Ух. До свидания. Да, всем пока.